Египетские российские специалисты лучше других смогут ответить на вопрос, был ли теракт на борту А-321. Об этом заявил в понедельник в Вашингтоне министр иностранных дел Великобритании Филипп Хамонт и призвал дождаться итогов расследования. Пока не было возможности обсудить, какие последствия может иметь возможность того, что российский авиалайнер на Синае упал из-за взрывного устройства, помещенного на борту. Нужно будет подробно продумать все последствия не только для Лондона, но и для того, как страна относится к участию России в процессах в Сирии и за ее пределами. Лондон объяснил молчание о деталях катастрофы А-321, заботы о гражданах. При этом Хамонт призвал дождаться итогов расследования. Однозначный ответ на вопрос, была ли эта бомба, будет получен при экспертной оценке обломков. Египтяне и русские намного лучше смогут ответить на этот вопрос. Заключения и решения, которые принимает Лондон, основываются на рассмотрении всей информации. Которая доступна. Какая-то ее часть открыта, другая представляет собой разведывательную информацию. Напомним, крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября. А-321 авиакомпании Когалы-Мави, летевший с Шарм-эль-Шейха в Петербург, разбился на Синае. На борту находились 224 человека. Все они погибли. После этого Россия и ряд других стран, включая Великобританию, приостановили полеты в Египет.